Умная колонка впервые заговорила на казахском уникального голосового ассистента разработали ученики Назарбаев интеллектуальной школы Кустаная. В тестовом режиме она пока работает только в стенах учебного заведения, но планы у молодых разработчиков на нее большие. Наталья Строкова расскажет. Своё изобретение ученицы выпускного класса назвали Евой. Голосового ассистента разработали за три месяца. От остальных аналогов он отличается поддержкой государственного языка. Уникальность в том, что это первый в мире голосовой ассистент, поддерживающий казахский язык. То есть он и отвечает на казахские команды, и даёт ответ тоже на казахском языке. Есть определенные названия команд, которые распознает программа. И количество вопросов, когда вы обращаетесь в интернет, либо завести задачки, безграничны. Ева, миксер. Для поиска информации умной колонке нужен интернет. А чтобы дистанционно управлять приборами, достаточно электричества. Количество распознаваемых команд школьники будут увеличивать. Хотим доработать. Возможно, внести какие-то поправки в ходе, оптимизировать его. Также использовать много других функций, чтобы ещё сильнее расширить цепью аудиторию. Мы получили свидетельство об авторском праве, чтобы использовать наш проект коммерческих целей в дальнейшем. Дизайн голосового ассистента авторский. Колонку распечатали прямо в классе, на 3D-принтере, который является частью учебного оборудования. Кабинет оснащён более 30 наборами по лего-работотехнике, несколькими платами разбери, на основе которых и разработан голосовой ассистент. Занимаемся и разработкой программ, и 3D-моделированием, и разработкой игр, и разработкой устройств. То есть широкий потенциал, широкие возможности. Разработки школьников регулярно пополняют победную копилку. В ней уже призовые места пяти международных и десяти республиканских соревнований. Наталья Строкова, Ермик Мухмедьяров, Кустанай, Хабар, 24.